Гангстеры, всем привет! С вами главный гангстер ютуба Корнея Тарасов. Подписывайтесь на мой гангстерский инстаграм Корнея Тарасов ММА. Йоу! Первое, что я вам хочу сказать, что Михаил Лазутин. Наглый врун, трус, пиздобол и двуличный человек. Эта хитрая львица смонтировала видео так хитро, я вам расскажу как. Это, я нашел Амирана, я иду в туалет. Один там, нас было там много народу, я от всех отошел, пошел в туалет. Ко мне подходит какой-то бородатый чувачок, начинает что-то там говорить мне. Типа, ты там, не ты, что ты там за базаром следи. Я даже первоначально не понимаю, это кто вообще, что за чел. Ну и что-то он взял меня там это, толкнул, что-то такое. Я думаю, ну и хуй с тобой, пойду там этого брата поинтересуюсь. Я подошел к Теме, говорю, что там за чел меня на это толкается. Я говорю, то ли прикалывается, то ли что, типа я не понимаю. Ну Артем подходит, мы с ним подходим. Этот лев начал пиздеть, он ему с головы дал и все. Я лично ни разу не оскорблял Лазутина, не как-то плохо о нем не говорил. Я просто говорил, что у него говно проект. Как человек, я его знать не знаю, о нем ничего не мог сказать. Ну а после шоу и принципе на шоу, я понял, что он полный гандон, где вся студия против него, все 50 человек против него. Он такая личность, короче, злая какая-то, знаете. Он негативная личность, короче, оказался на этом шоу. Потому что были все против него, там даже все, ну он всех достал. Я думаю, помимо меня и моего брата, его там хотели отпиздить уже все, наверное. И ему вообще повезло, что у моего брата руки больные. И ему еще повезло, что я его просто не узнал. Я бы ему сразу бы дал бы в бороду, как меня учил Родион Юсупов. Все. И в общем так, Михаил Лазутин, я вызываю тебя на бой. Если ты не подлый львенок, не трус, если ты говоришь, что ты настоящий лев, царь зверей. Вот я обычный гангстер Корней Тарасов. Я наркоманил 10 лет, 10 лет бухал, курил, всякую дичу употреблял. Я, короче, вел такой образ жизни, бля, что тебе и не снилось. После такого образа жизни многие не выживают. А я выжил, я сейчас вышел. Я сейчас занимаюсь 5 раз в неделю, вот я готов тебя рвать, есть. Сегодня у нас, короче, где-то конец. Майя, я готов хоть через 2 дня с тобой подраться, хоть завтра, хоть послезавтра. Ты же крутой львенок, тебе где-то 85 килограмм, во мне 60 килограмм. Ты же там крутой, что-то за слова подтягиваешь. Вот, я тебе говорю, подчини меня за слова в бою, в честном ММА бою, бля, 2 раунда там по 5 минут. Приходи, давай, давай, не ссы, не ссы, малыш. Короче, друзья, к чему мы это все рассказываем? Михаил Лазутин сделал очень хитро и подло. Это в очередной раз доказывает, что он реальный гандон. Вот я никогда не оскорблял его, не говорил о нем плохо. Но сейчас, сделав такой поступок, я понимаю, что он просто управляет своей аудиторией и всех, всех, каждого обманывает. Он говорит, что он спросил якобы Корнея за... И вставил туда то, что говорил Корней про него. Я вам объясню. На шоу и до шоу Корней про него ничего плохого не сказал. Он сказал, что у него контент говно, это было на канале Будемани, но не больше. То есть он его не оскорбил лично никак, ничего не сказал. Плохого ему ничего не сделал. Не сказал, что он там гандон, мудак и так далее и тому подобное. То есть этого всего не было. В принципе, на тот момент даже не за что было пояснять. Но он просто сказал, что его шоу говно. И что теперь с каждого человека Лев против будет спрашивать, что у него шоу говно. И Лев Лазутин ударил его из-под тишка именно за это. Когда Корней был один, он стоял там толпой. Корней даже не понял, кто это. Но суть в том, что как он смонтировал. Корней там через три дня после этого шоу приехал. Естественно, он уже ненавидел этого Лазутину. Он полное говно и не скрывает, что в принципе он его ненавидит. У меня даже ненависти такой нет, как у моего брата. Ну ладно, пофиг. Корней после шоу, значит, приезжает в Санкт-Петербург. И приходит на работу, все, и запускает прямой эфир. И в прямом эфире жестко начинает оскорблять ВА. Я это, естественно, не приветствую. Ну на что он имеет полное право? Он говорит, что мне он не понравился нахер на шоу. Он вел себя как мудак, как гондон. И он ему об этом говорит, что ты гондон. Михаил Лизутин, не Лазутин. Он его сильно-сильно оскорбляет. Вот. Также он там еще заделал, ну много наговорил лишнего про подписчика. За что он потом, кстати, извинился. Вот. А что делает Михаил Лазутин? То есть, он берет вот эти слова, которые были после шоу, через три дня. До шоу, якобы Корнееву оскорблял до шоу, и он ему за это предъявил. Но все было не так. Корнееву не оскорблял, он проходил мимо него. Он увидел, что Корнеев, видимо, маленький. И взял его, пнул из-под тишка, как мудак какой-то. За что я ему из головы дал. Что я сделал? Я подошел, я ему не сильно дал с башки. Я ему мог нормально дать с башки, либо с руки, чтобы он упал. Я ему просто такого леща отцовского башкой бах, тихонечко, чтобы он понял, что... Потом там, давай драться, давай драться. Я ему говорю, придурок, ты не видишь, что у меня руки сломаны? Какой драться? Хочешь драться? Давай в клетке подеремся. Здесь я с тобой не драться пришел. Я тебе просто дала леща за то, что ты ударил моего брата из-под тишка. Все, ты хочешь боя со всеми, а сейчас бегаешь от моего брата. Тебе мой брат, он на 20 килограмм меньше тебя, даже больше, на 25. Он весит 60 килограмм. А ты бегаешь от него, боишься, ответа не даешь и вообще не хочешь драться с ним. Хочешь боя, ты хочешь хайпа, мой дружок. Поделись с моим братом. Корней Тарасов сейчас, он просмотрит кучу, чем Артем Тарасов набирает. Хочешь, давай, выходи на бой с ним. Или что, засал, может тебе сказать, что он сумасшедший, лучше с ним не стоит драться. Амиран за мной стоит, я к тебе подхожу, говорю, давай поговорим. Амиран стоит, ты начинаешь, хоп, пытаешься меня ударить. И то даже попасть не смог ни разу. Попал по Амирану, самому ты не стоит, тебя человек пригласил. Ты ему обещал не драться, а сам начал эту фигню. Мик, поговорите, все, не надо, драк устраивать. Без страха, все, все. Блин, все, скобки. А сам ты первый на шоу начал драться. Ты первый ударил моего брата. Ты первый за это получил. Потому что брат за братом всегда был, везде. На Кавказе так, в России так. Не знаю, как у вас там, но у нас так. И тебе очень сильно повезло, что там не было всех моих друзей, как твоих друзей. Там были друзья-блогеры, не спортсмены, не бойцы. Потому что они бы просто вас разнесли бы за такие поступки. В общем, друзья, это канал Артем Тарасов ММА. Мой брат Корней Тарасов бросает вызов Льву против. Ну, а если Лев против захочет бой со мной, когда у меня руки зарастут, и надерут твою наглую, злую, врую задницу. Понимаешь, ты несешь негатив больше, чем все остальные. Ты строишь из себя такого, блин, православного, доброго человека, а сам несешь негатив. В той студии негатив нес только ты. У Амирана велся, как гондон, только ты. И зачинщиком всех драк был только ты. Выходи на бой, не ссы. Друзья, у нас есть для вас уникальное предложение на франшизу клуба Fight Pro. Друзья, кстати, для жителей Санкт-Петербурга у нас есть особые условия. Стань нашим партнером в нашем городе. Здесь все схвачено. По всей России уже более пяти залов. Это очень хороший результат. Люди нам доверяют. В общем, мой друг, если ты хочешь открыть бойцовский клуб, переходи на сайт, оставляй заявку, и с тобой обязательно свяжутся. Мы созданы для того, чтобы сделать Fight Pro лучшим брендом в мире.